Заявленная цель, политическая цель — это уничтожение военного крыла и политической партии Хамас. А это можно сделать только с помощью наземной операции, поэтому в ближайшие дни мы увидим массированные наземные наступления. Но наземную операцию на такой маленькой и очень густонаселенной территории — это ведь нельзя назвать традиционной войной, не так ли? По сути, это военные действия на территории города. Совершенно верно. Это будет городская война. Это трехмерная война. Я хочу сказать, что вы должны ожидать, что противник атакует вас сверху, снизу, спереди и сзади. Вы не можете войти с механизированной техникой. Приходится входить пехотой и сражаться, по сути, за каждый дом. Это будет долгая война. И она будет очень кровавой и грязной. А воздушная кампания — это подготовка к наземной войне. Израиль попросил всех гражданских лиц покинуть газу. Но, насколько я знаю, Египет сможет принять только 2000 человек в день. А в газе живет 2,2 миллиона. Поэтому невозможно, чтобы все гражданское население покинуло газу до начала наземной операции. И, во-вторых, из предыдущих кампаний мы знаем, что Хамас использует мирных жителей в качестве живого щита. Поэтому наземное вторжение является альтернативой бомбардировки газа сверху и превращению ее в руины. Это значит, что шансы на выживание у мирных жителей гораздо выше, чем если бы Израиль полагался исключительно на воздушную кампанию. Но, безусловно, невозможно полностью исключить жертвы среди гражданского населения в ходе наземной операции. Но, учитывая то, что наземная операция на данном этапе еще теоретически не началась, может ли Израиль сделать что-то еще, чтобы предотвратить гибель мирных жителей? На самом деле Израиль сделал все, что мог, чтобы предотвратить массовые жертвы среди мирного населения. Я имею в виду просьбы покинуть газу, а также в рамках воздушной кампании нанесение предупреждающих ударов по крыше. Это значит, что на крышу высотки или дома сбрасывается небольшая бомба, не причиняющая большого ущерба, но предупреждающая гражданских лиц о том, что они должны покинуть здание, поскольку через четверть часа в этот дом попадет настоящая бомба. Кроме того, ведется рассылка коротких сообщений мирным жителям Газы о том, куда они могут пойти, чтобы выжить. Я имею в виду места, где израильские ВВС не атакуют. Это все, что Израиль может сделать, чтобы предотвратить потери среди мирного населения, когда начнется наземное вторжение. Не забывайте, что Хамас не позволит мирным жителям покинуть газу, они им нужны как живые щиты. Давайте теперь изменим масштаб. Есть ли риск, что жесткость реакции Израиля может втянуть в этот конфликт весь регион? Я не думаю, что это будет зависеть от жесткости реакции Израиля. То есть я имею в виду, что открытие второго фронта может произойти для спасения Хамас со стороны Хизбаллы. И тогда Израиль столкнется с войной на два фронта, что создаст для страны огромные проблемы. Во-вторых, представим, что Израилю удается разбить Хамас и разгромить Хизбаллу. В этом случае может последовать реакция Ирана, и тогда может возникнуть неконтролируемая ситуация во всем регионе. Так что этот конфликт действительно может перекинуться на большее количество участников в регионе, на большее количество игроков в регионе и стать в некотором роде неуправляемым. И become a kind of uncontrollable. Продолжение следует...